максим те старше 16 лет да да то нормально ты можешь участвовать в данной передаче дорогие друзья добрый день на финам fm программа охота на герчика 9 9 и 6 у нас гостях максим свиридов просто написано трейдер макс привет здорово давай тогда без этих александр михалыч просто александр или саш как и удалось почему тебя принципе пригласили то есть ребята обычно когда на смарт-лабе пишут они говорят пригласите такого-то и такого-то трейдера ник у тебя и так понял трейдеры journal правильно по простому откуда ник такой хотел ввести журнал сделок в интернете принципе вот от этого журнал от этого блог появился введешь до виду все сделки ну в интернете последнее время не все просто веду график депозита раньше были все просто времени не хватает меня последнее время ввести полностью журнал какие-то мысли свои текущие записываю потом перечитываю резкий резкий вопрос зачем тебе трейдинг деньги сугубо да то есть не потешите самолюбие ничего теперь уже нет как часто спортзал ходишь три раза в неделю по тебе видно железо нужно нужно на лет на 10-15 ну то есть это просто снятие стресса так называемые наверное да привычка что нужно не росло привычка кстати это очень неплохое чувство ты знаешь я посмотрел перед тем как разговаривать чтобы хотят и очень хотел со мной поговорить на как бы давайте поговорим что-то обсудим я посмотрел мне очень многие вещи очень понравились а в первую очередь то что ты очень любишь все анализировать откуда это пошло у тебя ну то есть для чего как можно прибыльно торговать до нужно на истории посмотреть у тебя же ты же раньше не знал что такое торги поэтому скорее всего это откуда-то у тебя пришло раньше ну то есть вот первая у меня запись трудовой книжки это консультант был по форексу это было вот 18-20 лет это сколько лет назад мне сейчас 29 вот то есть это стаж принципе на рынке даже не никакого трейдера но довольно таки прилично да ну то есть там была сначала дымка форекс потом форекс реал счет я так и ни одного помню не слил вот но форекс ну как бы я видел всю эту кухню просто изнутри и прекрасно понимает все там работает и зарабатывать по крайней мере вот я не вижу для себя возможности там потом у меня были потом в пятом году или в шестом был конкурс проводилась компания intrast лучшее ну короче конкурс был и номинация была лучшая доходность при минимальной просадке вот я там победил это был пятый или шестой год какой инструмент торговался торговал сбербанке новотек на мвб торговал с плечами не ну понятно то есть но инструменты ты выбирал сам да да там течение года то есть длинный период был конкурс это на самом деле самый честный конкурс который может быть вот и потом меня как бы немножко голову снесло вот я начал брать кредиты и вкладывать их в акции сбербанком потом восьмом году был кризис и меня сильно потрепало вот но потом когда все отросло я вышел но очень сильно потрепало и психологически и морально суммы там были большие то есть мне хватило бы там на покупку квартиры то есть кредит закрыть дают нам нам на хаях вот но потом как бы у меня выкарапался нормально все на самом деле в плане больше пережил пересидел это время ну очень тяжело было то есть какая сумма была ну то есть на максим где-то чуть меньше двух миллионов было это понял про тебя парня из провинции это сумма огромная да да то есть у нас квартиру паре то есть полтора-два миллиона можно хорошую квартиру а с какого-то города сам барнау алтайский край у меня есть студенты оттуда вот ну а потом у меня как бы был я посмотрел на восьмом году на алёха мой трейда вот ну с позиции него ну как вот с его точки зрения да и начал скальпить вот где-то наверное около года полтора скальпил у меня как бы достаточно хорошо получалось но ну то есть полгода где-то я плохо торговал потом где-то полгода год уже как бы то есть хорошо то есть мне реально я просто понял один плюс вот видишь мы с тобой всего общаемся пять минут я не 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 скажу абсолютно как выскочка но я так понял одну вещь что тебе нужен просто определенный промежуток времени на каждый сценарий чтобы ты действительно прочувствовал посмотрел на себе и потом ты начинаешь это приблизительно как ходить спортзал и знать какой вес ты будешь брать тебе определенный промежуток времени когда ты вот начинаешь чувствовать когда у тебя начинает получаться да но как бы вот со скальпингом у меня то есть была основная работа я работал в банке вот и ну барнов или тогда да да то есть я работал в рисках то есть оценил риски по корпоративным заимщикам то есть когда компания приходит брать кредит да я оцениваю риски по сути дела это точно такой же риск как и в трейдинге ты просто смотришь где может быть какой процент как то как рискует сколько вы на капиталов сколько заработано на капитал примерно то же самое короче мне стало реально то есть психологически сложно скальпировать то есть это я совершал то есть до 200 сделок то есть за где-то вот за часа три-четыре то есть это руками это реально как counter-strike играешь вот и глаза болели у меня зрение плохое и психологически очень сильно уставал ругался с родственниками там со знакомыми да и очень сложно то есть день как бы там реально то есть ну бывало пять десять тысяч в день я зарабатывал для барнаула мне то есть зарплата была 40 это и для москвы тоже 10 тысяч рублей где она тоже хорошо там где-то тысяч 40 50 у меня получат последние месяца зарабатывать ну как бы там я понимал что во-первых там ограничен объем вторых приходят роботы и реально до скальпировать сложно но потом возвращаясь ну извини потом пришел на курсы к резюкову вот что-то взял от него что-то сам что-то подчеркнул в интернете ну и что-то свое сделал ну и все но еще да да все у нас еще почти целый час все не получится у тебя так быстро 2005-2006 когда ты выиграл этот конкурс на самом деле сейчас лёша my trade пошел участвовать в конкурсе да на зарубежке как раз именно по фичам да 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 мировой конкурс и там один есть большой плюс что это как раз именно результат год да вот на самом деле в моменте заработать энную сумму денег да там просто за день и за все остальное это нормально то есть очень часто в россии проводятся именно такие конкурсы где там и вася оленик показывал результаты где за день можно было заработать два процента да они ездили в екатеринбург или еще куда-то и другие ребята там и берец андрей на самом деле все великолепные ребята одно маленькое но ты правильно сказал что очень тяжело на промежутке одного года вопрос такой разве неужели тебе после этого одного года никто ничего не предложил какого года но ты сказал 2005 2006 год ты выиграл этот конкурс мне предложили но денег там предложили не мало мне было тогда 23 года я еще был молодой особо я не знаю может быть это просто была случайность но год честно сказать там сделок было не много не имеет значения год терна тяжело назвать случайности потом там все изменилось то есть мне вы я хотел чтобы не выслали диплом потом там как-то пятом шестом году свинил с руководством энтраста и короче так и не не выслали но фотоаппарат я съездил забрал то есть барнула специально подарок был до специально приехал забрал фотоаппарат ну там дорога ты всегда себе недооцениваешь да нет не всегда просто критически к тебе отношусь особенно после того как я вот в кризис очень попал но ты в 2008 году на самом деле твоя история на такая не разовая к сожалению я думаю что наши передачи они как раз и подсказывают людям что нельзя делать то есть у тебя были свои какие-то иные сбережения и пойти в банки тебе тогда дали там несколько миллионов рублей нет а меньше дали а просто отдавать надо было стоять да потому что кредит еще был в долларах а вот я получал зарплату я работал тогда в т.б. вот получал зарплату в долларах а потом в долларах по конвертации да потом перед кризисом там за полгода что ли вот отменили конвертацию и отдавать пришлось доллар я попал да то есть там курс вырос на процентов не помню сколько процентов 50 ну там 23 рублей от низов 2008 году 25 до пошли до 34 почти да это почти где-то 35 40 прям хорошо попала я писал рефераты по ночам там 200 300 рублей один реферат пошел преподавать в университет я финансы менеджмент как бы знаю хоть неплохо рынок цены бумаг вот преподавал в университете ходил в гаустуке пиджаком и получал копейки сам пара на рублей 200 300 рублей стоило ну это нормально это в москве практически также преподаватели не как некоторые я имею ввиду получать где-то 300 рублей академический час скажи мне получается что деньги которые ты взял в долг тебе приходилось вот эти работать за копейки чтобы отдавать каждый месяц плюс мне еще жена не работала в это время и сколько тебе понадобилось время чтобы вылезти вообще рассчитаться с долгами когда я закрыл премьер мне там портфель был ну в основном процент писать на разбер банк был я закрыл прям по хаям ну не по хаям но там звером по 90 чем-то закрывал в районе 100 рублей да я просто полностью пересидел 12 17 25 50 60 я пересидел и но я крылу там часть позиции потому что мне реально не было ни на что было жить ну как будут ну как бы ни на что было жить здесь это понятно над ними словами это не назовешь на самом деле твой поступок после хочешь хочется называть геройским это тяжело но на самом деле это глупый поступок я с тобой согласен но знаешь вот самое самое что мне больше всего нравится как раз это то что ты в принципе смог обычно как получается вот человек в глубоком минусе и только чуть-чуть и начинает вылезать он хочет ровно переходит абсолютно верно видишь у тебя хватило внутренности как американцы говорят газ для того чтобы просидеть весь этот получается 2009 год полностью и только где-то 2010 году я честно не помню когда закрывал 2010 год сбербанк обратно винулся где-то в район там 100 рублей и вот как это было расскажи вот это самое интересное они как просто закрыл по рынку здесь я честно не помню даже открыл я у меня нету такой памяти что поскольку этом закрывал когда я выкидываю я очень например даже не помню не помню сколько стоит ртс и сбербанк и не помню сколько стоит допустим рубль ну цифру понятно я понял ты просто торгуешься порядок цифр мне расскажи мне как вот взять эти полтора года получается ты там не жила проживал ну да съемная квартира была тяжело было ну как бы сейчас то есть я нормально живу нормально обеспечен в принципе мне как бы ну рынок то есть ну где-то там может процентов 20 моих доходов дает все остальное все на работе работают у меня нормальная работа то есть я сейчас разбуду как раз к этому вернусь в банке топ-5 то есть в рисках то есть принципе нас считаешься нормальным специалистом эксперт но здесь вопрос в другом опять же видишь люди которые нас слушают это тема в каком плане интересное что по сути дела но очень сильно люди ломаются знаешь таких процентном отношении ребят как ты которых вот так поломала многие говорят я жду от этого счастливого момента когда я дам деньги там отдам долги и я вообще забуду за этот страшный сон не знаю я начинал потихоньку с ртс там тысяч 10 20 30 и понеслась потихоньку зарплаты до вносил снимал надо деньги снял не надо оставил дорогие друзья у нас максим свиридов в гостях трейдер и после новостного выпуска мы вернемся вот пришел 2010 год по сути дела вот и выровнял все ноль обратно ты продолжаешь также работать в банке до втб нет уже другой другом да ты также сам работаешь в банке все у тебя ну во всяком случае лучше чем было да и дальнейшее развитие событий ну то есть в двенадцатом году меня позвали на работу в москву вот в принципе зарплата в разы увеличилась это какой год был не 20 октября работаю в москве двенадцатого года а двенадцатого года дорогие друзья у нас в гостях очень интересный гость максим свиридов будем сейчас по сути дела на самом деле твой граиль то заключается в другом знаешь многие ребята просят там графики и схемы работы статистику все остальное а у тебя как раз та система как выжить но все раз 2010 года по 2012 ты все равно продолжал торговать то есть ты закрыл все убытки я с массовым вообще ушел не там осталось вам полторы или две тысячи ты просто вот просто все забыл и спокойно пошел бы все но это же я думаю что не вы виноват был ну просто в долгосрочные инвестиции больше я не верю то есть с того времени долгосрочные инвестиции перестал верить и тысячи сугубо краткосрочная субо я вот стараюсь может не получается когда но ночи никогда не оставлять хорошо тогда вот этот период с 2010 года когда ты вычислил портфель ты раздал долги тебя там я так понял осталось очень мало почему у меня ничего не осталось вообще вообще все там зарплаты 5-10 тысяч уже не помню сколько было десятком году кинул и понеслась то есть ты начал торговать да я не помню с берега спрома начал торговать фичи фичи и и как у тебя вот за эти два года было началось сама хорошее где-то наверно с июля 11 когда я завел блок только вот с этого момента когда я начал контролировать риски дневные то есть лимиты ставить то есть то есть я так понял что у тебя в принципе как у меня или у меня как у тебя все в цифрах сугубо цифра больше но ни на что ты не обращаешь внимание не то что ни на что нет я имею ввиду внутри дневной риск до системный риск статистический риск риск на одну позицию риск на сделку сейчас риск на сделку получается два 25 процента максимальный в день четыре с половиной максимум то есть две сделки 1 рубль 1 ртс здесь сделки по максимуму если одна и вторая прибыльная в конце дня закрываем 18 45 то есть не имеет значения две сделки даже прибыльные не лезешь ни в третью ничего то есть я так понял что у тебя получается а бывает никогда без сделок каждый день сделка то есть по сути дела у тебя есть образно там свой какой-то алгоритм да по которому ты работаешь и каждый день принципе и сделок у тебя получается риск на сделку 225 у тебя получается в день четыре с половиной нет я понял я просто смотрю где то есть получается что ты практически работаешь с полным плечом Ну, да, ну, 4,5 у меня редко, ну, не редко, но иногда бывает. Не, я понял, я имею в виду, я беру... Средний убыточный день 3%. Я понял, ну, получается, как бы 3%, если взять, сколько двигается РТС, то, по сути дела, это где-то 5-6 плечо. Да, но у меня где-то процентов 70, думаю, загрузка в среднем. Ну, вот это где-то 70%. Да. Седьмое плечо получается. Да. Приблизительно так. То есть риски я беру хорошие. Нет, у тебя риск просчитанный. Да, ну, просчитанный, ну, мало ли что. Ну, вот, допустим, сегодня я обновил просадку свою вообще за... Ну, то есть сегодня у меня 27 с чем-то процента просадка от хая. То есть ты сейчас в минусе? Да. Ну, вот у меня, то есть у меня январь в минус, февраль в минус. Почему? Как ты думаешь? Я думаю, что рынок плохой. То есть каких-то таких нарушений рисков, ну, были там, но это была мелочь, то есть такого, чтобы я нарушал... Ну, по сути дела, с твоим риском, это получается всего 9 убыточных дней подряд. Ну, не подряд, там же все равно они сложно процентов считают. Я не имею это в виду, я имею в виду, что каждый раз, если просто взять там 3 процента, по сути дела, минус какие-то дни, наверняка какие-то плюсовые есть, но плюсовые, видно, очень маленькие. Я согласен, раньше на РТС и рубль-доллар он маловат. Да, и просто... Ну, у меня в 2012 году была просадка 27 с чем-то процентов максимум. Ну, я как бы обновил там на 0,1 что ли. Ну, в принципе, как бы я не то, что не расстраиваюсь, ну, как бы и спокойно уже отношусь к этому. Ну, слушай, я тебе скажу честно, после того, что ты прошел, знаешь, я думаю, что ты ко всему очень спокойно относишься. Да, ну, к деньгам, вот, там, у меня такое, как бы, отношение уже, то есть у меня атрофировались чувства как-то вот. Ну, тяжело на самом деле в это поверить, что у тебя чувства к деньгам атрофировались. Может быть, сумма просто еще маленькая, то есть сумма. Ну, дело сделано не в сумме, дело в том, что ты же, в принципе, я так понял, вот ты сейчас работаешь в банке, да, там, не в значении, топ-5, очень здорово. У тебя хорошая зарплата, допустим, рисковики, я приблизительно знаю, сколько зарабатывают рисковики. А, то есть у тебя все хорошо, нормально, тебе на все хватает, там, однозначно. Жена продолжает работать, не работать? Нет, работает. Работает? Да. Ну, видно, ей просто надоело дома сидеть. Да нет, просто, как бы, хочется самосовершенствоваться. И самореализовываться. Хорошо, тогда такой вопрос к тебе. У тебя есть, там, я так понял, сумма где-то в порядке, там, полмиллиона рублей? Ну, чуть поменьше, 300. Ну, приблизительно. Я просто смотрел... Там хайп, по-моему, был 340, что ли. Я читал просто твой этот журнал, и для того, чтобы я приблизительно знал, с кем я разговариваю, там, мы сейчас пойдем по некоторым вещам, которые написал, которые мне, как бы, очень понравились, да, то, что ты пытаешься все время найти во всем статистику и все остальное. То есть у тебя, на самом деле, очень хороший и правильный подход к трейдингу. Я считаю, что такого человека, как ты, я можешь посмотреть 55 передач, это, скорее всего, я, наверное, говорю первый раз. Я крайне редко говорю комплименты. Я тебе говорю, я считаю, что у такого человека, как ты, не должно не получиться. Или, как говорят буддисты, нельзя делать два отрицания, у тебя должно все получиться на самом деле. Тогда возникает вопрос. При хорошем исходе. При хорошем исходе это ты уже сейчас понимаешь и понимаешь все цифры. Что должно быть, сколько должно быть. Например, все хорошо, ты увеличил депозит. Постучался к тебе какой-то клиент, который увидел, например, как ты торгуешь, да. Ему понравилось то, что ты делаешь. Готов ли ты будешь уйти из банка и отдаться, заниматься только трейдингом или нет? Я думаю, что у меня, ну, то есть я думал про это, да, то есть где торговать. Торговать на МВБ, то есть должны быть какие-то преимущества, то есть низкая комиссия. То есть вот такой комиссии, как вот сейчас дают обычным физикам, да, я не смогу торговать. Ну почему? Есть комиссия, например, полностью на МВБ без лимит? Ну, я просто смотрел в интернете, там сейчас такого нет. Есть без лимита? Ну, я вот недавно смотрел месяца три назад, я не нашел. То есть год или полтора назад такая была фишка. Сейчас такого же есть. Ну, может быть где-то у кого-то есть. Я просто вижу, что там сумма значительная, да, то есть я не могу показать на МВБ, ну, что-то подобное, что я показываю на Фортсе, да. Не, ну на Фортсе ты тоже, ты представь себе, например, смотри, стратегия, я так понял, у тебя нормальная емкая, то есть 100 контрактов ты можешь торговать. Да. Ну, на сегодняшний день 100 контрактов, если торговать, например, элементарно, то есть спокойно, там, несколько миллионов рублей. Еще фишка в чем заключается, в том, что у меня система, ну, вот как бы не то, что система, а как я вот торгую, да, то есть я пять месяцев сидел в, ну, ничего не зарабатывал. То есть достаточно много времени и не каждый инвестор это потянет. Ты пять месяцев не зарабатывал, потому что рынок не давал или ты… Потому что рынок не давал. Потому что рынок не давал. То есть вот я сейчас не помню, когда, но вот в блоге я вычислял этот период, да, и там было порядка пяти месяцев, то есть когда я… Ну, то есть реально у меня просадка была, но… Хорошо, тогда ты так и не ответил на мой вопрос. Что должно случиться на рынке с твоим портфелем или с тобой, чтобы ты... Чтобы я ушел. Я тебя не призываю, это был просто вопрос. Ну, я думаю, что чтобы я не зарабатывал, допустим, в процессе года, ну и просадка, наверное, там, процентов 50. Это меня заставит задуматься и остановиться и... Торговать. Подумать, да. А что тебя заставит задуматься и остановиться работать в банке и уйти на трейдинг? Деньги. То есть, если ты увидишь, что все нормально у тебя идет, ты бы ушел бы? Ну, просто я пока не представляю такую ситуацию, да. То есть, ну, к примеру, там, через 5 лет, да, я, допустим, заработаю, там, 20-30 миллионов рублей. Я не знаю, может быть, детское там или что-то еще, да. Но, то есть, я думаю, что первые полгода после этого я просто отдохну. То есть, просто куда-то уеду и просто отдохну и забуду о работе, о рынке и вообще... Это очень, очень разумно на самом деле. Вообще во всем. То есть, может быть, не полгода, там, 3 месяца. Ну, просто... Это очень, очень разумно. Поэтому, то есть, пока ты не смотришь в такой ситуации, где ты бы ушел с работы и занялся бы трейдингом? Нет, не смотри. То есть, и пока у меня не будет, то есть, допустим, там, грубо говоря, вклада. Н-ной суммы. Да. Я не уйду с работы. То есть, ты считаешь, на самом деле, и все об этом знают, что трейдинг – это очень высокий риск, и либо стоит заниматься им, совмещая работу, в которой тебе платят деньги, либо иметь, на самом деле, очень актив сзади сильный, который тебя прикрывает. Либо там недвижимость в аренде, или что-то еще. Ну, что-то такое. Вот смотри. Я посмотрел твои журналы, которые ты пишешь, да, и, например, мне понравился вот этот пост, совсем свежий у тебя, за январь. Про часы? Нет, нет, нет. Как ни странно, нет, не про часы. А где ты как раз вычислял среднее движение РТС по месяцам. И насколько мы зашли действительно в январь, с января 2012 года, ну, на самом деле, когда люди не показали там супердоходности, да, то у нас всего, получается, вот по твоим расчетам, у нас с января месяца всего был один месяц, где РТС мог двигаться в среднем 2% в день. Все остальные месяца, вот сейчас пошло у нас очень сильное убывание, началось с августа 2012 года, 1,44, 1,35, 1,13, 1,18, 1,16. И в декабре 2012 года, в декабре, да, от хай до ло, то есть по-простому АТР, у нас было всего 0,8%. Ну, просто АТР там еще, смотря как посчитать, то есть я не считал ни по АТРу. Нет, я считал, ты написал конкретно. Я убирал первую свечку, или первую, я сейчас не помню, либо первую минутную свечку, либо первую пяти минутку, ну, чтобы вот такого большого движения не было, но я очистил. Ну, написано, что ты исключил из анализа просто утренний геп, то есть по сути дела это первая свеча. И дальше смотрел, ну, по сути дела правильно, первая свеча закончилась и все движение... АТР считает с первой свечкой. Да. Ну, на России он немножко по-другому, все равно. Да, ну, просто, чтобы диапазон иметь в виду. Ты думаешь, что на самом деле, я уверен, практически буду с тобой очень солидарен, что на самом деле волатильность очень сильно упала, притом в некоторых местах, если, например, взять январь 2009 года, когда все рубили капусту, в среднем 5%, в феврале 2009 года 4%, даже в 2010 году она приблизительно была возле двойки, да, были месяца, когда было выше. Об этом мы поговорим в третьей 15 минутке, дорогие друзья, у нас в гостях очень интересный гость, правдивый, настоящий, честный, мне очень нравится, Максим Сверидов, и мы вернемся после короткого новостного выпуска. Вторая интересная вещь, которая мне у тебя понравилась, я тебе сейчас один расскажу, перед тем, как я и расскажу, опять представлю нашего гостя, у нас Максим Сверидов, трейдер, ну, давайте скажем так, просто честный человек, который рассказывает интересные вещи, которых мало кто рассказывает, и о просадках, и о тяжелом куске, который на самом деле обычно, ну, можно сказать так, такое жесткое слово, встал с колен, на самом деле, потому что для очень многих людей очень плохо заканчивается, это, знаешь, кредиты и все остальное, очень мало кто возвращается. Вторая интересная ситуация, которая мне понравилась, это когда ты себя замотивировал, вот это тоже совсем свежий пост, тоже в январе месяце, где ты написал, как раз подумал я сегодня, как бы себя замотивировать на удержание своей дисциплины. Ну, скажу честно, по двум первым 15 минуткам я специально не задавал этот вопрос, я понял на самом деле, что ты очень дисциплинированный человек. Ну, вот, все-таки я написал, что не видать мне часов, там, два раза перенес на вечерку в феврале, просто, ну, я, то есть, надо звонить, то есть, закрывать позу, я просто, ну, там, да ладно, ничего страшного, ну, и стоп сносит, то есть, два раза такое было, вот, ну, все, не видать часов. То есть, просто элементарно, ты себе сказал, мужик сказал, мужик сделал, да? То есть, ты, из-за того, что ты нарушил дисциплину, ты сам себя наказал? Да, буду ходить без часов. Ну, у тебя же на телефоне наверняка есть. Есть на телефоне. Хорошо, тогда, просто по приезду в Москву я их потерял, у меня были нормальные, хорошие часы, ну, не знаю, то ли у меня их это... Украли, да, то ли потеряли? То ли украли, то ли я их потерял, да, но... Вот тебе 29 лет, сколько раз ты очень жестко нарушал дисциплину, и, помимо того, вот у нас, ну, хорошо, здесь ты нарушил два раза, там, потерял по чуть-чуть энное количество денег, там, небольших каких-то, ну, я почитал по цифрам, там получилось, что практически 20% недополученной прибыли у тебя было. Да, было. И вот за 29 лет, помимо того, что ты пересидел, ну, ты был инвестором, ты пересиживал, опять же, 2008 год, и сейчас. Как часто у тебя бывает, что тебя сносят? Бывает, это просто вот азарт, да, это желание оказаться, там, правым на рынке, да, что я, там, одержу верх, матерное слово на ум приходит, одержу верх, там, над рынком, да, и... Победишь, короче, всех. Да, да, и вот что, да нет, я прав, там, сносит стопы, я переворачиваюсь, там, и опять, и там еще и комиссия выходит, и... Вот, ну, в принципе, я вот, когда у меня было, не помню, в 11-м году еще давно, что у меня была большая просадка, я взял, установил свой старый привод и за день набил 50 тысяч рублей. Просто вот, ну, как бы вспомнил, да, сел и набил, вот, как бы просто... Скальпинг. Да, просто потом обещал больше себе, ну, как бы, деинсталировал его, там, из почты его удалил, то есть у меня привод был платный, и я с помощью него скальпировал. Не краменно? Нет, другой. Вот. Ну, а может тебе на самом деле, смотри, если у тебя шел хорошо скальпинг, раз, да, скальпинг на самом деле забирает огромное количество здоровья, сил и все остальное, но, я думаю, что три раза в месяц тебя бы хотелось, и ты тут смог поскальпировать. Нет, то есть это все. Умерло для тебя. Да, нужно в чем-то одном, то есть совершенствоваться, да, и что-то одно делать, иначе... Не будет ничего. Ну, то есть... Ну, просто это надо в одну, то есть, я просто думаю, что... Я просто, ты понимаешь, что ты говоришь моими словами, я всегда говорю абсолютно то же самое, надо браться за что-то одно, люди постоянно критикуют, говорят, например, что невозможно, чтобы трейдер, например, знал одну стратегию и по ней только торговал, но я всегда отстаиваю свою точку зрения, и опять в эфире прямо могу сказать, что на самом деле таки есть, можно иметь одну стратегию нормальную и спокойно по ней торговать. У тебя одна стратегия? Да, но у меня диверсификация небольшая по двум активам. Не, но активы это не стратегия. Да, примерно одна и даже. Стратегия приблизительно даже, да. Если бы были другие какие-то более-менее активные, ну, фьючи, да, там, золото, не знаю, там... Ну, золото, я думаю, не прошло бы, там, допустим, Сбербанк, да, или Газпром. Сбербанк вроде он ликвидный, но как бы не особо. Я просто думаю, что когда денег у меня побольше будет, я не смогу у него торговать. На Газпроме сейчас вообще нереально торговать. Лукойл тоже. То есть активный. Только евро, доллар и золото. Ну, я просто думаю... Там совсем другая игра на форте. Да, там по-другому. Там маркетмейкеры, я так понял, стоят. То есть, ну, там по-другому. Они просто могут уйти, я думаю, в какой-то момент и стопы пронесет. Вот, ну и все. А скажи мне, приблизительно, вот, то, что можешь сказать по стратегии. На чем основана стратегия? Стратегия основана на том, что нужно входить в определенное время, искать точку входа в определенное время. То есть я ее ищу... То есть у тебя чисто временной фактор. Да, где-то я ищу ее, ну вот... Между 12 и 4. Да, то есть после открытия Европы где-то часа 2, может быть. Между 12 и 4 где-то. Да, да. Вот сейчас стрелки буду переводить в конце марта, да, я буду искать после 11 по Москве. Вот, ищу там точку входа. Вот, нахожу, встаю, по одному, по второму активу и все. Ну как же так получается, что у тебя... У меня есть, например, определенные системы, да, вот я торгую уровни, когда... И себя торгую на более длинном таймфрейме, когда у меня нету сделки вообще. Как так получается, что у тебя каждый день есть сделка? Просто я верю вот как бы в то, что если входить в любую сторону с определенным стопом и в определенной точке каждый день, то есть неважно вверх или вниз, ты будешь в плюсе. Ну это статистически? Да. То есть неважно вверх или вниз. К чему у тебя идет... К чему у тебя идет привязка? Да ни к чему. Ну, например, ты открыл, у тебя есть 4 часа. У тебя же, наверное, к чему-то привязка есть. В какую сторону становиться? Какой стоп ставить? У меня была такая штука. Я брал и распечатывал... Брал и распечатывал графики, где были высоковолатильные дни. И я вот так пролистывал, пролистывал, пролистывал и смотрел, ну и как бы... И сам себе говорил вверх или вниз, потом проверял вверх или вниз. Ну то есть как бы вот... Штатистика? Левый график, да, то есть правый у меня был закрыт. И вот где нужно было войти? Ну и вот так, то есть, ну, наверное, не знаю, там, около полугода зактренировался. А тебя побило сейчас, вот ты там потерял там образно треть депозита. Это скорее всего из-за того, что просто... Ну, 27%. Да. Треть это 33%. Да, 27% ты потерял. Надеюсь, не дойдет до этого. 27% депозита ты потерял, то есть рынок не дал тебе заработать. А ты какие-то выводы сделал на самом деле? То есть, скорее всего, у меня сейчас была ситуация такая, там, у одного из моих трейдеров как раз была такая ситуация, где его очень сильно побило, то есть система, которая там за 4 года близко не давала такой просадки, дала очень приличную просадку. Мы начали смотреть и просто вышли на то, что если руками самому себе изменить немножко вот этот коридор, то есть, да, например, когда я приехал из Нью-Йорка 8-го числа, 8-го января, я взял там РТС, когда РТС открылся, пристал ходить, я сказал, вот есть две границы, 155, 158. Уходим ниже 155, можно начинать, например, открывать шарты, торговать. Выше 158 можно открывать лонги. Но в районе между 155 и 158 старайтесь образно ничего не делать, потому что ничего не поможет. И как раз вот за это время, а рынок простоял практически где-то порядка двух недель на этих уровнях, ничего не произошло. Ну, возможно. Я просто основываюсь на другом. То есть я взял, там, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й год протестировал. Я тестировал не в программах, а тестировал руками. Руками. Руками в цели, да. Я как бы знаю, ну, как бы хорошо Метасток, знаю Омегу. Вот, но там просто нельзя управлять капиталом. То есть, ну, вот риск на сделку, там я вот, по крайней мере, не знаю, как сделать. Там просто можно протестировать входы, да, но вот управление капиталом я не могу сделать. У меня был тест, то есть, вот случайных входов, да, всяко-разно там я их эмулировал. То есть у меня получился там плюс, да, там, профит-фактор где-то около полутора. Ну, там, может быть, 1,7, да. Ну, в принципе, нормальный профит-фактор. Да, там, когда больше двух считается, что это, как бы, уже что-то подогнано. Да, 1,3 там, может быть, большие длинные просадки. Вот. Ну, вот как-то так. Я просто пытаюсь, что получилось, то есть делаю, да. Пробовал, тестировал переносить на вечерку, но там доходность, вот соотношение риск-доходности ухудшается. Вот. И там, я думаю, проскальзывание будет хорошее, если закрыть. То есть, может быть, там еще до 8 по Москве нормально будет, да. А позже уже все. А позже там уже все тухло. Особенно по рублю там тухло. А насколько ты считаешь своими входами стихийными? Намного. Намного считаю. 50%? 70%? Ну, у меня где-то процентов 40 прибыльных сделок. Ну, я понял, 40% прибыльных сделок, соотношение там риск-убытку получается. Где-то 1,8, я думаю. Ну, я не помню, я там писал в 2012 год, ну, может, 1,8, может, там. Так, а именно из всех сделок, какие, сколько процентов как раз стихийные? Да, как я могу понять? То ли это я правильно угадал, то ли не угадал, то ли снесло по стопу. Там же не все так просто. Но статистически ты прав, однозначно. Да. И вот ты вот, например, сейчас просматривал, да, ты там в просадке 27%. Ты пытаешься анализировать, то есть ты пришел к выводу тому, что это, в принципе, рынок. Да, я пришел к выводу, что рынок, да. Ну, не знаю, как-то вот так. Тогда идем к следующему. Вот у тебя была тоже очень интересная статья. Это твой переезд в столицу. То есть на самом деле здесь у тебя уже было предложение, правильно, переехать сюда, то есть ты ехал на... Конкретную работу, да. Конкретно тебя пригласили. Да, в тот же самый банк, что я брал. Только в головной офис, да. Понятно, то есть ты спокойно встал и поехал. Это вот был октябрь месяц. Вот здесь очень интересная тоже твоя заметочка была по поводу заработков на конкурсе ЛЧИ. Я так видел, что ты там разложил все цифры, кто зарабатывает больше, кто зарабатывает меньше, кто зарабатывает больше, 10%. Какие выводы как раз вот ты? Ты не торговал со мной ЛЧИ? Нет, торговал. Я закончил ЛЧИ в минус. Ну, там минус небольшой, ну, минус 2, что ли, процента по итогам конкурса. Ну, мне по конкурсу на этой статистике показал там плюс 1, что ли, ну, что-то такое. Ну, там статистика неправильно ведется, я не знаю. На самом деле у меня там минус. Но основная статистика то, что зарабатывает небольшое количество людей. То есть там, я не помню, сколько, ну, процентов 15-20, по-моему, зарабатывает. Вот, выходит на более-менее нормальный плюс. И еще, что зарабатывают роботы. Что те, кто торгуют какие-то там высокоэффективные стратегии, они зарабатывают деньги. То есть не знаю, как я, то есть не анализировал, то есть я вот, наверное, ну, сколько, наверное, ну, 12-й год я, наверное, стакан особо не смотрел. То есть практически уже, если раньше на самом деле многие люди смотрели на него, то ты не смотрел? Я все, я, то есть в 11-м году вот я смотрел, что на стакан, да, там что как. А сейчас, то есть, во-первых, очень сильно мелькает все это, и то есть нереально это все отследить. Я не вижу ничего интересного в стакане. Вот у тебя я смотрел и итоги твоего года, да? Вот у тебя получилось с начала 2012 года максимальная просадка была минус 27%, 27,4,7. Ну, сегодня 27,5. Доходность с 1 января по 31,10 было плюс 215%. Ну, там есть еще пост за весь год. Там, не помню, сколько-то, в 3-4 раза, 240, что ли, процент заработал за весь. За год? Да, за год. Понятно. Ну, или порядок. То есть ты устроил депозит? Да. То есть, по сути дела, смотри. Ну, там были выводы у меня денег. Не, ну, это понятно. Да, ну, если бы депозит был постоянный, да, там были выводы и заводы денег, ну, если бы депозит был постоянный, то да. Понятно. А какой смысл было выводить депозит? Просто хотелось почувствовать денег, потрогать. Понятно. Ну, вот хорошо. Сейчас вот смотри, у тебя получилось за октябрь месяц, там, заработал ты, там, 43 тысячи рублей. Угу. И, по сути дела, я так понял, что тебе твоей зарплаты, которых ты получаешь в банке, с головой хватает? Ну, не с головой, но хватает. Ну, хватает, да. Ну, то есть ты работаешь, жена работаешь. Да. Вам, в принципе, я же говорю... Ну, правда, у меня еще ипотека в Барнауле, ну, как бы, я вот переехал сюда, у меня, как бы, то есть ипотека не стала чем-то таким, ну, то есть, вот... Обременяющая? Ну, раньше в Барнауле она, вроде, была обременяющая, но сейчас стала менее обременительной. Вот. А зачем ты в Барнауле, ты пытаешься, будешь думать, что ты когда-то туда вернешься, или для чего? Я просто там, у меня на налог неохота налетать. Просто я меньше трех лет купил и не хочу на налог. Понял, понял. Там в трех лет меньше собственности она получается. В декабре будет три года, а я ее реализую. Понял. С профитом. Хорошо, тогда вопрос я тебе следующее задам, именно там по стратегии, по всему остальному. Дорогие друзья, у нас в гостях Максим Сверидов. Гость, на самом деле, очень интересный. Ну, за год, больше года, то, что я веду передачу, на самом деле, ну, ты очень адекватный гость. Поэтому сейчас мы пойдем в четвертую пятнадцатую минутку, а пока у нас перерыв на новости. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях Максим Сверидов. Макс, здравствуй. Если я охарактеризовал тебя, я бы сказал, честный, правдивый, адекватный. На самом деле, это не комплимент. Ну, то, что ты адекватный, на самом деле, это однозначно. Я уверен, что радиослушатели, они смогут это оценить, знаешь, по твоим поступкам, по этому поведению, по твоему восприятию информации. Ну, если, опять же, посмотреть за 2012 год твои цифры, то цифра у тебя получается дроудаун к заработку почти 10 к 1. Это отличная цифра. Там если плечи уменьшать, то хуже будет. Мы не говорим за плечи, не имеет значения. Ты же и зарабатывал на одних плечах, и терял на одних плечах. Мы говорим именно за цифру, по которой обычно хорошая стандартная цифра. Образно это там 3-4 к 1, это считается великолепным. Ну, какие супер. 5 это мега. 10% просадка, 50% заработок, это очень здорово на самом деле. Ну, поэтому цифры у тебя, в принципе, очень адекватные. А планируешь ли ты не выводить деньги? Не знаю. Ну, в принципе, сейчас у меня возможность есть взять кредит на фичерсы. То есть небольшую сумму там. Мне как бы это не потянет. Я не думаю, что после 2008 года тебе это надо делать. То есть я не буду этого делать. Ты вообще задумался даже об этом? Да, у меня возникала такая мысль. Может, пойдешь лучше возьмешь кредит и часы купишь? Нет, часы я так куплю. Ну, просто вот, что кидать эти 30-50 тысяч в месяц? Зачем? Можно сразу, допустим, взять много. Ну, я все, как бы у меня это просто идея вот вчера возникла. И тут же ее. Да, я ее просто, ну, грубо говоря, там в 2-3 раза увеличу депозит. Да, ну, я думаю, что за год я так же увеличу в 3 раза, да, но зато там менее рискованно, да. Ну, вот так вот. Но ты все равно не идешь на это? Нет, я на кредитные деньги торговать больше не буду. А что, сколько лет ты женат? Женат 7, наверное, получается. И как жена отреагировала тогда, 2008-2009? Ну, просто ситуация какая была. То есть я сейчас послушаю передачу, скажу, что я хочу спихнуть все на нее. Ну, как бы по хаям, да, когда было, вот у меня денег было много, я у нее спросил, давай квартиру купим? Ну, она спрашивает, какую? Я говорю, ну, вот одна комната. Она говорит, да что одна комната? Одна комната мало, мало, да. Ну, и все, потом понеслась. Говорит, давай на двушку. Да она мне не говорила, давай на двушку, просто сказала, что мало. Ну, мало, мало. Ну, и вот так все и понеслась. Ну, как бы первое время она, конечно, плохо относилась, особенно когда я скальпел, это было очень плохо. То есть я сидел за компьютером, она там сзади крикнет, там, Максим, я повернусь назад, и там у меня уже ушло. В противоположном, ну, соответственно, я злюсь, там, наушники одевал, там, ну, как-то вот так. Сейчас вроде более-менее нормально. Ну, не знаю. А детей есть у вас? Нет. Детей нет. А ты бы хотел, чтобы твой ребенок трейдером был? Нет. Не хотел бы. То есть вот так вот надо знать, что ли? Не знаю, мне кажется, что он пусть сам выберет свою профессию, но трейдером, ну, захочет, пусть будет, я расскажу, покажу, но... Вот представь себе, я твой маленький сын, прихожу к тебе и говорю, пап, вот смотрел фильмы, там, посмотрел твое старое интервью с дядей Сашей Герчиков, вот там, ты там рассказывал, вот, пап, я хочу трейдером быть. Ну, твои аргументы? Я ему скажу, ну, вот, тебе 10 тысяч, иди торгуй. То есть все равно пошлюшел? Да. Там, через 2-3 месяца задашь вопрос. А если получится? Получится, пусть торгует. Ну, ты первый же ответ сказал, что ты не хочешь, чтобы он трейдером был. Да, ну, как бы, где-то в глубине души я не хочу, чтобы он пережил все то, что я пережил. Ну, а на самом деле, может, это хорошо с тобой, что это произошло? Ну, а просто я уже мог сломаться. Ну, ты же не сломался. Ну, а мог. Ну, тогда, получается, можно идти и всю жизнь быть офисным планктоном на работе, с утра до вечера работать. Ну, кто-то думает, что это офисный планктон, да, кто-то думает, что он там в 6 часов приходит с работы, то есть это стабильность, это, ну, не знаю, что там, может, кому-то нравится. Ну, хорошо, давай, если так, а если сейчас откинуть трейдинги с твоей жизни, да, и взять твою вот эту работу банковскую? Ну, в принципе, она мне нравится. То есть, в принципе, мне нравится это делать, я сама выражаюсь там, так скажем, да, то есть я общаюсь с коллективом довольно успешно, то есть по приезду в Москву, как бы, ну, у меня не то, что образовалась, там, круг друзей, да, но какая-то сфера общения у меня образовалась, то есть я не думал, что так, что, думал, что москвичи, как бы, ну, более злее, что ли, да. Нет, ну, вот я читал, я читал... Что они люди с другой планеты? Они люди с другой планеты, да. Ну, есть такое, то есть они общаются немножко по-другому, выражаются немножко по-другому, более длинно выражают свои мысли, ну, как бы, я привык говорить короче. Ну, ты просто вот написал, что по твой приезд в Москву, да, ты очень сильно удивился именно к окраму москвичам, но здесь особый, особый склад у людей, они особенные, на самом деле, тут я с тобой соглашусь, я уверен, что у вас провинции, там в том же Барнауле люди совсем другие. Ну, то есть это как бы, ну, как провинции, то есть там 600 тысяч населения, да, то есть столица, края. Не, ну, по сравнению, конечно, с Москвой, это везде провинция. Ну, по крайней мере, вот есть у меня там знакомые из других городов, да, то есть то же самое Новосибирск, да, там, ну, другие города, то есть, ну, общаются примерно все одинаково, то есть, отличаются именно москвичи. Ну, а сейчас ты себя в Москве кем ощущаешь? Да, в принципе, да не знаю кем, ну, так же, так же, вхожу в метро, как все, в принципе. Ну, если честно, мне как бы вот здесь, ну, не то, что не нравится, ну, как-то не мое это, то есть, очень высокие вот эти ритмы, да, неспокойно. Квартиру здесь, ну, не знаю, может быть, я куплю, но не скоро, то есть, ну, как-то вот. То есть, ты не оставляешь шанса вернуться обратно домой? Да, ну, может быть, там, через 5-10 лет, да, или там, через 15. Ну, понятно, заработать здесь деньги, да, да, и спокойно жить где-то там, да, не обязательно в Барнауле, там, может, где-то там, в Подмосковье или еще там где-нибудь, но вот так всю жизнь вкалывать, я думаю, что это как-то глупо, наверное. Ну, а ты себя, опять перефразирую вопрос, видишь где-то обратно именно полноценным трейдером без постоянной работы? Я думаю, что я вижу себя постоянным трейдером, да, но мне нужно какое-то время, чтобы я просто переосмыслил какие-то понятия, да, то есть, ну, вот, опять же говорю, что там полгодика отдохнуть, да, вот я полгода отдохну и пойму, нужен ли мне трейдинг или нет. Вот, то есть, как бы, раньше мне вот торговать очень нравилось, то есть, ну, это реально, то есть, был кайф, да. Скучал, да. Да, там, там, вверх, там, посмотрел, что там пишут, да, или там, вниз, там, ну, там, с друзьями там пообщался, да, там, а ты вверх стоишь, нет, там, я вниз, а я вверх, вот, я молодец. Ну, вот, там, ну, вот, как бы, вот такие какие-то, такие детские понятия, да, а сейчас я, как бы, ну, реально, я иногда даже вот забываю, когда я позицию открываю, да, и вот 18.40 я, как бы, ну, надо мне закрываться, да, я вот реально не помню, куда я стоял, или вверх, или вниз, то есть, ну, как бы, стараясь просто выключать голову. Да, просто, то есть, есть сигнал, ты по нему заходишь. Да, ну, не то, что есть сигнал, то есть, какой-то моей голове сигнал, да, куда я вошел, а потом что-то уже произошло, и я это, то есть, забываю, то есть, мне, вот, ну, вот эти эмоции, они очень сильно мешают торговле. Тогда давай попробуем поговорить о том, как бы, вот, ты посоветовал их убирать. Опыт. Вот, кроме опыта, я ничего не знаю. Ну, ты же знаешь, что у людей, даже тех, которые, как бы, ну, прилично торгуют, там, да, тоже крыша едет. Ну, лимитировать убытки, не знаю, там, палец себе отрезать. Ну, там. Ну, ты же не отрезал. Ну, не отрезал, ну, может, если бы еще, там, полгодика бы поторговал, может, бы я уже отрезал. Ну, просто, как-то, как-то надо, не знаю, то есть, успокаиваться. Ну, доказывать. Да, ну, то есть, вот я, например, там, когда скальпил, да, я каждый, там, час ходил курить, грубо говоря, да, то есть, просто отвлекался, уходил от монитора. Вот. Курение вредная привычка для тебя? Ну, я не знаю, вот, на самом деле, что вреднее, да, сидеть, там, 8 часов возле монитора или каждый раз в час сходить покурить, да. Если по уровню стресса, то, скорее всего, наверное, сидеть возле монитора. Ну, не знаю, или, там, съесть пончик, да, чтобы пузо там выросло, или, ну, это просто такое же, как вредное привычка, как, там, жрать на ночь. Ну, вот ты, на самом деле, вот, считаешься дисциплинированным человеком? В последнее время, я думаю, что да. Вот, то есть... Вот элементарно, видишь, ты боишься пончиков, потому что боишься поправиться. Да. Ходишь заниматься в спортзал. Да. По сути дела, там, вот, четко работаешь по системе, и у тебя сейчас даже вот просадка минус 27% образа, ты спокойно на нее реагируешь, потому что у тебя уже была такая, и ты знаешь, что в твоей системе это предусмотрено. Да. То есть, если сложить все эти факторы, то тебя можно назвать дисциплинированным. Тогда давай возьмем портрет начинающего трейдера. Вот, пришел бы к тебе, там, ну, не товарищ, а просто, знаешь, парень, ты, я вижу, отзывчивый, я так понял, обычно люди, которые там пишут, пришел к тебе молодой человек и говорит, Макс, с чего начинать? Как, вот, с чего начинать, чтобы там не загубить себя, не загробить себя, с чего начинать? Ну, я вот, честно, даже не знаю, то есть, во-первых, я не рекомендую что-либо читать, читать форумы, там, читать что-то еще, то есть, книжки даже. Ты же сам пишешь. Ну, это, скорее всего, просто я отвлекаюсь, да, то есть, просто там, потрепаться с кем-то там в интернете. Это, это, в интернете, они все люди не настоящие, то есть, это, ну, как там, как можно обижаться на какого-то интернетного персонажа, да? Ты не некоторые вещи написал, например, статистические, просто интересные, на самом деле. А это я написал, в большей части, для себя, чтобы, допустим, там, через полгода, через год я прочитал журнал, да, вот, допустим, перед тем, как идти к вам на передачу, да, я прочитал заново весь свой журнал, потому что, ну, просто подумай, да, о чем вы мне можете спросить, чтобы, ну, как-то нормально выглядеть. Вот, и, ну, что посоветовать, то есть, во-первых, я думаю, что нужно просто взять, пойти в какую-то бюро-русскую контору, чтобы тебе показали, на какие кнопки нажимать. Элементарно. Да, загнать тысяч пять-десять, поторговать, там, месяц-два, да, посмотреть на все, что можно, ну, не читайте чужих советов. Согласен с тобой. Ну, и все. Взять просто, я вот сейчас недавно закончил семинар, я сказал твоими же словами, я сказал, откройте счет на маленькую сумму, возьмите Сберфьюч, он самый ходовой, самый дешевый, там, полторы тысячи рублей залоговая, и просто погоняйте пару месяцев для того, чтобы посмотреть. Но видишь, тут включается другая проблема, люди хотят быстрых заработков, быстрых результатов. Ну, вот в этом вся проблема, то есть, ну, вот реально, то есть, если вот взять так грубо, да, то есть, вот я с 18 лет, да, сейчас мне 29, то есть, вот я закрыл в плюс на фьючах 11-й год и 12-й, 10-й, по-моему, у меня тоже был в плюс, но там плюс был маленький, ну, и 11-й тоже был маленький был. Ну, то есть, сколько лет прошло? Длинная дорога, 10 лет. Ну, вот сейчас я более-менее... Ну, ты раньше как бы не торговал по этому. Ну, как не торговал, ну, я переживал, да, думал об этом, да, думал там, как на Форексе заработать, да, там, всякую разную корреляцию с валютами смотрел. То есть, там дофига чего я придумывал. Дорогие друзья, у нас в гостях был Максим Свиридов, к сожалению, время подошло к концу, но я думаю, что это будет самой ходовой передачей. 20 раз померьте, перед тем, как один раз отрежьте. Макс, тебе на самом деле огромное спасибо. Спасибо. Я получил огромное эстетическое удовлетворение от общения с тобой, но мы сейчас с тобой в коридоре еще пообщаемся. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok